Новости на Дону Одна из них скончалась на месте Два ДТП произошли в разных городах области Вчера в Волгодонске в третьем часу дня 25-летний водитель на Хонде сбил 12-летнюю школьницу Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу От полученных травм ребенок погиб на месте В отношении водителя возбуждено уголовное дело А сегодня в полдень в Батайске 40-летний водитель Хонды сбил 11-летнюю школьницу Девочка переходила по зебре перекресток улиц Коммунистической и Зеленой С травмами ребенка увезли в больницу По данному факту проводится проверка Напомню, на этом же месте в прошлом году, 24 мая, произошло смертельное ДТП Водитель Лады Приоры сбил маму с первоклассницей Они шли по зебре на последний звонок Ребенок погиб на месте Мама позже скончалась в больнице В социальных сетях жители Батайска негодуют И просят установить светофор на этом пешеходном переходе Один случай африканской чумы свиней Один очаг птичьего гриппа И три случая бешенства зарегистрированы по области Уже получено больше миллиона доз вакцины Которые будут скормлены диким животным Разносчиком вируса бешенства Специалисты знают, как не допустить распространения заразы Вспышки заболеваний периодически появляются В регионе выработаны правила действий в таких ситуациях Говорит начальник управления ветеринарии Владимир Жилин Эти болезни, как правило, носят круглогодичный характер Поэтому и вакцинация у нас идет Как минимум вакцина держит полгода иммунитет По ряду заболеваний один год И исследования проводятся два раза в год Чтобы предотвратить болезни как для животных Так и общие для человека и животных Основная причина передачи это от больного животного к другому животному А источник у нас заболевания природа И разносчик его, к сожалению, человек, который разводит Как продукты животноводства непроверенно введена на службу Так и живые животные Наступают с приходом тепла и другие болезни Но ветеринары готовы отбивать атаки прививками Среди коров широко распространен лейкоз Вирусное оклеточное заболевание Для человека это не опасно В молоке и мясе вирус погибает при тепловой обработке Но животное чахнет Поросеи зафиксированы и другие болезни Ящур, оспа, модулярный дерматит Справиться помогают профилактические вакцинации Хозяин, не допустивший ветеринаров к своим животным Рискует заплатить штраф от полутора до ста тысяч рублей О профилактике природных пожаров Говорили на заседании правительства 90% возгораний происходит по вине человека Важно не только объяснить людям их ответственность Но и наказывать нарушителей О статистике отчитался министр экологии региона Михаил Фишкин За 2018 год на территории Ростовской области было зарегистрировано 1054 случая в ландшафтных пожарах Вне границ населенных пунктов На общей площади 252 гектара По подтвержденным случаям из-за непринятия превентивных мер Органами местного соуправления возбуждено 662 административных дела Наложено штрафов на сумму более 1,8 млн. рублей Министр экологии рассказал о закупках новой техники По нацпроекту «Экология» в этом году регион получит 35 машин Для патрулирования и охраны лесов от пожаров Запланированы работы по противопожарному обустройству лесов Которые примыкают к населенным пунктам Не менее 1200 гектаров леса высаживается ежегодно на Дону Ростовская область лидирует среди российских регионов По пребыванию лесных массивов В апреле высадят 700 гектаров Новые хвойные появятся в Каменске и Усть-Донецком районе Ближе к маю начнут озеленять Шолоховский и Обливский районы В основном высаживать будут сосну Акация на втором месте Рассказал ФМ на Дону замминистра природных ресурсов Александр Палатный Задача-то на самом деле не очень простая Почему? Потому что мы должны понимать, что Прежде чем посадить дерево, надо получить саженец То есть нам надо добиться того, чтобы мы были обеспечены Своим посадочным материалом реонированным Для того, чтобы мы были обеспечены посадочным материалом Но надо собрать семена Приведу такой пример Часто собирают в лесном хозяйстве Заготовка идет шишки И потом шишку есть специальное оборудование Сушит и получает семена Так вот процент выхода семян Он всего составляет 3% Ростовская область – степной регион Его территория всего на 2,5% покрыта лесом Большинство из них рукотворные Активно озеленять дон стали в прошлом веке Это нужно для защиты полей от ветра и песчаных бурь Для укрепления береговых линий и для очищения воздуха Сегодня в Ростовской области 374 тысячи гектаров леса До 2024 года по нацпроекту «Экология» Зеленая территория должна увеличиться на 10 тысяч гектаров Строительство конно-спортивной школы и футбольной базы Начнется возле Ростов-Арены в этом году Оба проекта рассмотрели на совещании в правительстве области Под председательством губернатора Василия Голубева Создание конно-спортивной школы начнется в первом полугодии Средства выделят по программе «Газпром-детям» Общая сумма инвестиций – почти 500 миллионов рублей Создание второго объекта тренировочной футбольной базы Начнется на участке в 18 гектаров восточнее Грибного канала За три года из федерального бюджета по программе «Спорт» Норма жизни на строительство футбольного комплекса Направят 474 миллиона рублей На базе предусмотрены общежития для ФК Ростов, детская футбольная академия Девять тренировочных полей, семь из которых с натуральным покрытием Важной частью базы станет крытый манеж Губернатор поручил профильным министерствам проработать вопросы Обеспечения инженерной инфраструктурой всех объектов будущего спортивного кластера Масштабный легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо» пройдет в Донской столице ровно через месяц Общая дистанция – 40 километров По пути следования для отдыха участников организуют пять остановок, сообщает Управление информационной политики Ростовской области По словам первого замгубернатора Игоря Гуськова, каждый бегун ставит перед собой определенную цель Для одних это преодоление дистанции, другие соревнуются с остальными спортсменами, третьи стремятся поставить личный рекорд Для властей региона главная задача – вовлечь в массовый спорт как можно больше людей Все желающие принять участие в пробеге должны пройти регистрацию и заранее получить стартовый номер Начнется пробег на Театральной площади в 9 утра По маршруту пробега частично перекроют автомобильное движение Это были новости на ФМ на Дону, телефон редакции 200 ровно 0849 С вами была Инна Билан Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru По информации сервиса Яндекс.Погода в Ростове ночью небольшой дождь на термометре от плюс 5 до плюс 2 градусов Ветер западный 2 метра в секунду В Таганруге без осадков на термометре также от плюс 2 до плюс 5 градусов В Волгодонске и Целине небольшой дождь на термометре плюс 3 градуса И о маленькой погоде в хуторе Кочеванчик, что в Азовском районе Ростовской области ночью небольшой дождь на термометре от плюс 5 до плюс 3 градусов Ветер западный 2,5 метра в секунду